Продолжение следует... 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 Можно говорить и о взаимодействии школ со священниками, с православными приходами, о взаимодействии территориального управления с благочениями. Но на сегодняшний день ситуация неоднозначна, и во многом ситуации связана не с активностью, а однозначно связана не с активностью священников. У нас очень много хороших, достойных, пащущих священнослужителей, но не каждый из них способен прийти к педагогу или прийти в школу, как разговаривать с детьми. Это тоже особый талант. Мы наблюдаем многие страхи и недоубий, недобродительские среди, что за основу православной культуры и почему они предлагаются на выбор родителей. Мы видим, что многие педагоги, положительно относящиеся к идее православной культуры в школе, тем не менее испытывают неуверенность, поскольку плохо владеют содержанием, не имеют достаточной подготовки. А мнение достаточной системы, что действительно педагоги могут видеть отрицательный опыт. Когда заходили в храм, и в храме священник недостаточного внимания оказалась, какая-то верующая старушка обошлась невежливо. Все это целый ряд этих факторов, которые осложняют наше взаимодействие. Поговорить хотелось бы сегодня об этих факторах, о том, как эти факторы нам преодолевать. У нас уже достаточно большой опыт взаимодействия, и этот опыт взаимодействия у нас появился благодаря положительному и позитивному отношению к нашим инициативам со стороны администрации города Новгорода, со стороны руководства департаментов по образованию города Новгорода. Уважаемая Елена Анатольевна, можно просить Вас сейчас выступить, даже со словом, с докладом, и вот как Вы видите? Спасибо большое. Спасибо. 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 Благословитель просит рассказать словам и о священниках, которые здесь собраны, и о руководителях, и о главном учреждении по обсуждению проблеме взаимодействия священства и учительства. Здравствуйте. 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 К сожалению, мы дошли до того, что надо изучать возможности взаимодействия учителя и священника. В системе православного воспитания и образования существует понятие духовной жизни и духовных и культурных и школьных учреждений, потому что нормально было бы, если бы в каждой школе присутствовало священник, и педагоги, ну и вообще люди интересовались бы духовно-травственными ценностями и как вообще устроить православно-христианский образ в жизни. Это устройство православно-христианский образ в жизни предполагает, конечно, веру в человек, религиозную веру. Если этой веры не будет, тогда, ну, вроде бы, ни к чему заниматься духовным гражданам вопросами. Но я думаю, что так или иначе вопрос взаимодействия между педагогами и священниками когда-нибудь встанет со всей серьезностью. Сейчас мы, как я по себе представляю, делаем только первые шаги навстречу друг другу. Потому что вы сами без меня знаете, как неприязненно относилась ученая сообществу в духовенство. И вообще не понимали, зачем такое духовенство вообще и существует. Но духовенство имеет две задачи. Во-первых, наладить богослужебную часть тела, то есть устраивать богослужения. И в этих богослужениях принимали бы участие все люди, крещенные в православной церкви, а значит имеющие ответственность перед Богом и своей совестью и перед братьями и сестрами по качестве своей жизни и по тому, как это качество проявлять в жизни. И в общении друг с другом. Так вот, я полагаю, что начать надо было с того, чтобы каждому прочитать Евангелие. Просто взять и прочитать Евангелие. Как вы знаете, Евангелие состоит из четырех частей. Евангелие, каждый час имеет своим автором или Матфея, или Марка, или Руки, или Иоанна. Это апостолы-евангелисты. Вроде бы об одном и том же все четыре Евангелия говорят, а именно о Господе в Иисусе, в Иисусе нашем, Спасителе для жизни вечной. И о том, как настроиться нам на то, чтобы узнать, во-первых, о какой-то вечной жизни, и, во-вторых, захотеть ее наследовать. Наследовать жизнь вечную, вообще это целая наука. И у нас, в наших православных семьях, в общем-то, это понятное дело, но, к сожалению, все мы воспитаны по-разному. И то, что для кого-то понятно, для других, или очень непонятно, или слабо понятно, или вообще некоторые не желают об этом духовном начале слушать. Но поскольку вот мы все собрались здесь, значит, у нас есть определенный прямой интерес, эти духовные начала узнать и строить свою жизнь так, чтобы ими овладевать и ими пользоваться. Конечно же, прежде, а прежде, ну, наверное, лет 50 назад таких вопросов не было, потому что все были фактически верующими, православными христианами, и люди знали, когда какой праздник церковный, когда надо гореть, то есть готовиться к причастию святых крестовых праздниками. И, конечно же, для этого нужна подготовка, она называется говенье. Отсюда благоговенье. Вот такие благоговеньные люди воспитывались церковью и своими домашними. но поскольку домашние тоже были церковными людьми и верующими, поэтому все было как бы само собой понятно. Когда наступила пора отвлеченности от этих начал в обществе в целом, даже активное противодействие деятельности пастырской проповеди и устроению православно-христианского образа жизни, но мы потеряли уже ориентир. Но не мы, я не говорю, что все потеряли, многие потеряли ориентиры. И теперь уже надо объяснять почти каждому, что такое духовная жизнь и как на нее настроиться. Духовная жизнь – это не что-то такое малопонятное и искусственно придуманное. духовно-христианское духовно-христианское жизнь предполагает интерес человека к своему будущему, вечному будущему. И это вечное будущее может быть или блаженным, если человек с Богом связан и пользуется всеми возможностями своего религиозного усовершенствования, и может быть, если такого стремления к религиозному совершенству по ним в людей нет, то у них вообще в этом смысле и интересов не возникает. мало того, что не возникает интереса, длительное время требовалось еще такой маловерующий, скажем, или совсем неверующий публике просто ответить на один вопрос, а зачем это нам нужно? Зачем это нам нужно? Нам это нужно для того, чтобы узнать, во-первых, о нашем будущем, не просто будущем, а с возможностью усвоить интерес в духовной жизни и быть участником вечного будущего, Царства Небесного. Это задача каждого христианина наследовать Царство Небесное. для этого у нас существует и интерес к Слову Божьему, Евангелие надо читать, и апостольские послания, ну, по крайней мере, Евангелие на первый случай это самое главное, но апостольские послания, которые поясняют евангельские истины и часто дают просто дельное направление для устроения православно-христианского образа жизни. Так вот, значит, к чему нам надо стремиться с моей точки зрения. Нам надо стремиться к тому, чтобы сделать для себя возможным воспринять эти понятия православно-христианский образ жизни, а также жизнь вечная, а также что такое Царство Небесное. Царство Небесное это не то, что где-то и когда-то нам откроется и будет. Да, оно и откроется и будет, если мы будем к Нему проявлять интерес. А может это касается вообще каждого верующего человека. И как он устроит свою жизнь, если согласие со своей верой православной, то у него и будет такой образ жизни. А если у него не будет согласия со своей православной верой, кто-нибудь не получится православным христианам в жизни и лишить себя возможности, практически лишить себя возможности интереса к этому делу и интереса к жизни вечной, к Царству Небесному. А Царство Небесное дается, предполагается вернее, каждому из нас. Каждому из нас предлагается, но кто хочет в нем участвовать, тот, значит, устраивает сообразную этому практику своей повседневной и в долгосрочном понимании жизни. Мне кажется, что сейчас нам надо условиться просто. О чем нам в этом смысле говорить? На какую тему? Как Вы считаете, отец Христов, на какую тему нам надо говорить в этом смысле? Все, что Вы сейчас сказали, нам надо подумать, как дальше развивать свои трудности. Вы нам дали вектор, определили, «Ну, хорошо, мы согласны со Центром Христовым?» Да, да. К сожалению, в нашем обществе последних десятилетий вопросы веры были или под запретом, или полным безразличием. Будем верить. Но значит, между тем то, о чем я говорю, имеет основание живой конкретно являемой в жизни православной христианской веры. И значит, о нашей вере следовательно требуется людям узнать, во-вторых, эти знания усвоить, и в-третьих, согласно это знания строить свою общественную, гражданскую и семейную жизнь. От этого также зависит качество воспитания наших детей и, соответственно, их настроение. Сумеем мы детям предложить понятным образом истины веры и настроить их на усвоение этих истин в своей жизни и ознакомиться с ними, тогда значит, у нас будет уже определенный путь устроен. Но мне кажется, что сейчас это все вообще неимоверно трудно, потому что людям вбивалось Богу, что это все ерунда, несерьезно, и вообще это народ только одним попал. Но попыток зачем вузки? Для того, чтобы вести людей к усвоению православно-христианского образа жизни и научить их этому православно-христианскому образу жизни как таковому означен на первый случай, что требуется от человека преданному православно-христианскому образу жизни. Во-первых, каждый день Богу молиться, правильно? И знать, что такое утренние молитвы, что такое вечерние молитвы, что такое молитвы перед бедой и после еды, перед началом всякого дела. Но не всегда я вам первый раз говорю. В проповеде, конечно, я не знаю, из присутствующих все вообще правосвещают. Это большинство. Большинство, да. иначе к нам и не пришли на этот разговор. Ну, хорошо, что пришли, я этому рад. Но наша встреча меня, например, обязывает к тому, чтобы сформулировать правильно, я надеюсь, что я сумею это сделать, как устроить православный христианский образ жизни, личный образ жизни для каждого православного первого человека. И потом, как ему практиковать ну, для начала можно сказать очень просто. Утром и вечером Бог молится. вот это и есть часть православного христианского образа жизни. Как молиться? Существует понятие утренние молитвы, когда человек достает от сна, и молитва на сон грядущий, когда человек готовится ко сну. Это все не так просто, как кажется, потому что с одной стороны было бы просто, если бы человек хотел этого всему, а когда человек или не хочет, или ленится, тогда, конечно, тут уже проблема в силе, мягающих пути. У нас, конечно, вопрос каждого к самому себе, а в каком смысле я могу быть православным христианским, православным христианином, соответствующим образом жизни. В каком смысле? Но все начинается, как говорится, сначала. Начало это семья, в которой есть дети, которым надо задавать тон религиозной жизни, начинай с самого себя. Это не так просто, как может показаться. Но если мы вот сюда пришли, все вместе собрались, и обсуждаем эти вопросы, то значит, это нам нужно. и нам нужно и для нас собер, и для сотен других людей, составляющих общества, верующих. и для людей. И теперь у меня вот вопрос, с чего начнем? А мы можем сейчас начать, начать, начать. С чего начнём? Что значит быть верующим человеком? Это вопрос. Или это само собой понятное дело? Молчали её. А значит, надо себе уяснить, для чего нужно быть верующим человеком. Для того, чтобы устроить правильным образом земную жизнь, жизнь своей семьи, воспитать правильно своих детей, вот для этого и нужно иметь представление о православно-христианском образе жизни верующего человека. Вот давайте об этом подумаем. Как можно это сделать? Спасибо вам большое за пасторское расставление. Вы нам всегда задаёте вектор, вы ставите цели, идеалы. Ну, а мы, священники и педагоги, будем со своей стороны переразрушать, так священникам свою пастору, сменит, вытекать педагога. Для нас является также Организация Государственной Академии возле плотного образования. Мы пригласили к участию Татьяну Анатольевну Затягину, профессора, заведующей кафедрой теории и методики организации социально-культурной деятельности, доктора Галининских наук, поскольку именно на этой кафедре и сотрудничество с кафедрой и апархии и проводят и подготовку учителей к работе с целями православной культуры. И мы посчитали, для нас будет очень необходимо проинформировать руководителя образования учреждений, что делается в Академии и что Академия предлагает, да, и, друзья, чек вы можете туда прописать. Я на то, что я хочу вас приглашать. А что же мы уже делали, а то, что мы уже делали? И мне очень хотелось сказать, что, знаете, в моем сердце сегодня радует за то, что мы говорим уже о содержании, совершании образовательной деятельности, базирующейся на ценностях православия. Я помню еще тот момент, когда, и многие из вас являли тот момент, когда мы говорили о том, насколько сегодня необходимо и имеем ли мы право вводить в образовательный процесс религиозную культуру, ценности религиозной культуры. Вы посмотрите, как мы продвинулись сегодня с вами, и в нашей разговоре уже струнется и о взаимодействии священника и учителя, и не просто о взаимодействии, а о цералом, честно. На базе Волгоградской Академии Господипломного образования на сегодняшний момент созданы еще и региональные центры духовно-нравственного развития и воспитания Волгоградской области и вот та кафедра теории и методики организации социально-культурной деятельности, которую уже назвал, одетели из датвора. И вот этот центр, они и аккумулировали всю эту работу, которая связана с религиозными культурами, с ценностными основами образовательной деятельности. Что на сегодняшний момент имеет Академия? Вот такие четыре позиции я бы хотела обозначить. Первая позиция – это учебная работа. Учебная работа, которая связана с подготовкой учителя, потому что от того, насколько готов сегодня учитель к работе с ценностями, насколько эти ценности поселились непосредственно в его сознании и в его душе, будет зависеть не то, как будет изменяться качество образовательной деятельности и количество проведенных мероприятий, а именно качество. Вот таких направлений или проблемных сегментов я выделила восемь. Первая – это воспитательная деятельность учителя на ценностях основы православной культуры. Это тот базовый блок, и какой-то другой предметной области филологии, естествознания. Но вот это та проблема, которая, на наш взгляд, является обязательной. И этому уделяется много внимания. И вот казалось бы, мы вначале волновались тоже, то есть насколько будет воспринята эта проблема педагогами, но она настолько животрепещущей оказалась для педагогов, потому что здесь прежде всего происходит переосмысление непрофессиональной деятельности, а себя, себя как учителя, воспитанного, может быть, совершенно и на иных ценностях. Второе такое направление православной культуры в начальной школе в рамках предметной области ОРКСН. Мы занимаемся непосредственно проблемой именно подготовки учителя, который будет вести православную культуру, то есть модуль, который касается православной культуры. Но вот если посмотреть на тот модуль светской этики, а сегодня он, ну, пока еще является по количеству наиболее выбираемым, понимаете, в этом модуле ведь тоже присутствует православная культура, потому что православные нравственные ценности, они характерны для нашего, то есть для государства. Светскость — это государство. То есть поэтому на основе каких ценностей будет выстраиваться дальше и понимание добра, которое предлагается в этом модуле, на основе каких ценностей будет выстраиваться понимание трудолюбия, вот это все является той основой, когда мы обращаемся непосредственно к ценностям православия. Третье такое направление — православный культур в организации внеурочной деятельности учащихся. Внеурочная деятельность — одно из направлений — это духовно-нравственное направление. Но я полагаю, что духовно-нравственное направление, выделив как определенное содержание во всей такой стратегии внеурочной деятельности, именно опять-таки духовно-нравственные ценности православия, они должны составить фундаментальную основу всех других направлений. И в таком ключе выстраивается внеурочная работа. Четвертый православный культур в основной школе в рамках преподавания предметных внеурочной деятельности духовно-нравственная культура налогов России. Это сложный момент. Сложный момент, потому что данная предметная область не имеет учебных дисциплин. И поэтому стоит вопрос, а как преддавать дальше эту предметную область? Станет ли это модулем в других учебных дисциплинах, то есть в литературе, музыке, математике, биологии? Либо это станет содержанием внеурочной, деятельности в основной школе. Либо будет разработан и введен за счет школьного компонента тот самый курс, который будет продолжать то, что значит, в начальной школе. Пятое такое направление это православный культур в содержании предметной области искусства. А здесь проделана уже большая работа, и сама предметная область искусства в своем содержании предполагает обращение к огромному пласту православной культуры. Вот я тесно, работая с педагогами-музыкантами, проанализировала то содержание, которое сегодня предлагает. Предлагает программа государственная, федеральные государственные стандарты. И то, что касается православной культуры, здесь получается гораздо больше, чем то, что предлагается сегодня сугубо в предмете основной религиозной культуры и светской религиозной культуры в четвертом классе. Так вот, шестое направление это православная культура в образовательной деятельности дошкольной организации. Вот когда принимался федеральный государственный образовательный стандарт, духовно-нравственное воспитание, предполагалось, что это будет еще шестое направление на религии с теми питью, которые есть в стандарте. Но далее это направление, оно не было утверждено, но духовно-нравственная составляющая образовательной деятельности дошкольных организаций, она является определяющей. Если мы проанализируем свое содержание этого стандарта, например, начиная с целевых ориентированных, это развитие личности. И вот тогда, в развитии личности, в каких качествах произойдет развитие личности ребенка дошкольных? В дошкольной организации здесь мы опять должны обратиться к тем ценностным основам, которые дадут нам с вами ответы. Дальше, если мы посмотрим с вами на содержание предметов областей, например, появляется такая задача формирования ценностно-смаслового, понимания мира, восприятие произведения искусства, тогда какие же ценностные и смысловые основы составят наше понимание. И опять здесь православная культура является темно-нравственным знанием. Седьмое такое направление духовно-нравственное развитие и воспитание детей дошкольного возраста средствами вокально-исполнительской деятельности. Опять я здесь обращаюсь к искусству, и если мы посмотрим на синтез храмов искусства, в виде и воспитании личности. Вот традиции культуры донских казаков реально существуют, имеются теоретические основы, есть разработанные программы, которые могут быть рекомендованы для использования в образовательных учреждениях. Ну и, конечно же, мы ждем, это уже наработано сегодня в Академии последипломного образования, это то, что реально мы... Курс повышения квалификации, в рамках которых и реализуется данное направление, для всего региона, для образовательной деятельности. И когда сегодня вот мы начинаем новый этап, только исключительно на бюджетной основе. Вот я помню, когда вводился только... Вводился только предмет на область основы религиозной туры, рассмотреть вопрос, и по заявкам, если заявки будут на посредственную работу, тогда с вами. Если вы в этой заявке укажете количество часов, будет мать по этому уже облечить. Для обучения педагогов сегодня привлечены, которые являются кандидатами и докторами качественного уровня, он востребован самой проблематикой, которую мы... Еще об одном направлении, которые инициированы в нашей академике, которые реализуются в применении проекта, они уже непосредственно для активного участия вот в этих культурно-образовательных проектах. Я благодарю Ирина Анатольевна лично за поддержку этих проектов в городе Новая Градия. Я благодарю. Прикоснулись непосредственно уже к традициям православия. Буквально завершились уже наверное 2-го рождественского фестиваля «Чудный миг». Данный проект... Есть такая программа, которая предлагается для дошкольных школ. Мы находим содержание, мы ищем пути взаимодействия с семьями школьной, приняло участие в этих проектах. Это родители, дети и в Держинском районе. Я очень надеюсь, что проходит подготовка здесь. То есть непосредственно все начинается с того, что конституционное и научно-методическое. Поэтому данные проекты это реалия. Но вот непосредственно наша академия является именно подготовка самого педагога. То есть работа с педагогом на кафедре теории методики организации социально-группной деятельности. Я считаю, что эта работа очень важна, потому что это непосредственно такое продолжение той учебной работы, большой учебной работы, которая проводится в академии. Потому что это те же самые дальше педагоги, которые уже в данной конференции, в данных чтениях, они предъявляют результаты своей работы, они делятся теми наработками, которыми были научены непосредственно на курсах повышения квалификации. Ну и последнее. Я хотела бы сказать, почему вообще выбор я бы хотела, чтобы сделали именно в сторону академии. Потому что многие сегодня другие организации, которые предлагают различные формы работы с педагогами. Вот в нашей академии выстроена так работа от первого зерна, которое будет посеяно в сердце учителя. И это дало продуктивного результата, которое уже непосредственно скажется в детях. Вот так выстраивается наша работа. То есть такая проектная методология, которая лежит в нашей работе. Такое системное рассмотрение профессионально-личностного педагога, это, я как думаю, отличительная особенность, которая характеризует работу Лугоградской государственной академии после дипломного образования. Я благодарю сегодня вас за внимание и надеюсь, что наше сотрудничество с вами будет не только укрепляться, но и расширяться в других формах образовательной деятельности. Будем рады получить ваши заявки или ваши предложения. Мы готовы к сотрудничеству, мы готовы к продуктивным формам сотрудничества и мы благодарим вас за то сотрудничество, которое мы уже имеем. Спасибо большое. Один из векторов, который посадят сегодня на нашем мероприятии, это проблема готовности педагога к работе с трудностями православной, культурной, духовно-нравственной посвященнике. Разрешите предоставить слово руководителю отдела регионного образования и астратизации Волгоградской партии и губнике такого наследия. Уважаемые участники сегодняшней встречи, переживание нашим обществом духовно-нравственной библиотези, стремление людей облицет и нравственные идеалы положение на мировой арене идеи европейского гуманизма, а также активизация государств, сиявно-вынуждение составляющей в Мереславской регионе и одновременный крат политики и губнику в европейских государствах. Стали причинами обращения отечественных в господстве, вилософских, педагогических и политических местах поисков духовных императивов и устройств развития нашего общества. В сфере образования и гранических решений находились разработки и развития воспитания Российской Федерации на период до 2025 года. Особенность данного документа является подход к воспитанию как общественное государственное проявление. Это снимает монополию государство воспитания и позволяет создать такую систему воспитания, которая соответствует чаяниям, надеждам, идеалам людей и пониманиям граждан нашего общества с учетом исторического опыта, культурного и царляния и даже реисповедной специфики регионов. Одним из приоритетов государственной политики в области воспитания является координация и сотрудничество с традиционными регионными организациями с тем совершенствования содержания и условий воспитания подрастающего поколения. предполагается, что обновление воспитательного процесса возможно через расширение сотрудничества с традиционными регионными общинами. В настоящее время существует исследование касающееся различных аспектов взаимодействия статистическими организациями организациями. Я хочу свое выступление посвятить над обзором и исследованиями, которые сделаны педагогами и учеными на сайте нашего старшего сотрудничества. Есть очень интересный момент. Ученые провели историко-теоретический анализ православной педагогической культуры, посмотрели православные традиции духовно-нравственного восстановления реческого контекста и историко-теоретического аспекта, проследили развитие православной педагогики в педагогическом разделе Кушинского. Были изучены и неогрязные аспекты взаимодействия православных епархий из образования на материалах Ярославской и Урской области расходы и совместные деятельности органов управления образованием и религиозных организаций по духовно-нравственному воспитанию на современном Италии. Ну вот так, к примеру, очень интересное исследование Оргова и Боргера, которые обязаны изучению поводов взаимодействия церкви и государства в деле повышения политикации и в Европе, в частности, в Германии, где эти обережения системы устойчивых и проработанных в различных аспектах, то есть, это как европейские. Родители имеют возможность обучать своих детей на летних школах различного типа. Данная возможность имеется у них благодаря сотрудничеству и архитической церкви Германии и немецкого государства. Причем в них заняло отношение детали прописаны, обдуманы и открыты. Точно определены границы сторон, меры ответственности партнеров. Церковное учреждение повышения квалификации переравнивается государственным, что обуславливает финансирование повышения квалификации учителей религии. И государственные церкви в соответствии с разработанными критериями осуществляют контроль повышения квалификации. Образовательный процесс вносит динамический характер. Преподавательский состав ставит своими задачами научить педагогов управлять своей деятельностью, мыслить тактически, перестраиваться в зависимости от ситуации, критически осуществить свою педагогическую деятельность. Церковь помогает доносить опыт одежды педагогов до широких кругов педагогического сообщества, обсуждать и обновлять воспитательные навыки учителя религии. Приседственным характером образования уровень религии является романцентом школьным предметом государственного школьного плана и продается в соответствии с религиозными принципами конфессии. Петербургский исследователь со моим задачем обрешает внимание на готовность и готовность работы со смыслами православной культуры. В системе средств воспитания в облаку угла ставится вопрос уважения и различного выбора семьи. Семья может сделать атеистический выбор. Выбор в пользу того или нори религиозного исповедания или в пользу свободного муссля. Это ее право. воспитание должно быть противопоставлено семейным. Ведем необходимо воспитать понимание позиций любого человека, а это значит, что современный учитель должен научиться работать с миром азиатическим и с пословным содержанием. По мысли задачи, обращение педагогов к смыслу православной культуры может придать новое качество и другим различным школьным предметам. Как хороший результат можно расценить то, что учителя осознают новые гидактические единицы не как внешние факультативные дополнения к основному курсу, а не в них элементы выдающие курсу новое системное качество. Православная культура позволяет открытый измертим уверять смысл цели и задачи подавания базы предмета, обнаружить в нем новое целостное измерение. Обгонительные целостные выкину обсуждение вопросов личностно значимых как для очень и так, влияние на культуру и творчество человека, о православном вероучении, о религиях мира, выделяет элемент операционарии, то есть умение работать с содержанием личностно значимых для человека и влияющим на порождение смыслов, влияющим на становление приоритета является не столько его знакомство с внешним обрядом и общекультурной традицией православия, но прежде всего формирование навыков самоанализа условия критического мышления и определения личности самоанализа и рефлексия во время университета позволяет учителю в работе с детьми уместно говорить о формировании первознания и цветотического растения как традиционное для российской системы духовно-целестными ультрологическими и методическими Особое внимание обращает исследователя публикова на святотиховском университете из Москвы о том, что публика работает с ценностями православной культуры в идеальном варианте конечно необходимо наличие своего собственного духовного опыта о создании необходимости у собственного духовного возрастания в церковной жизни как видим вот эти проблемы которые исследователи в своих трудах обозначают это проблемы которые возможно решить исключительно при взаимодействии с религиозными организациями в городском регионе если на уровне пусть не помню на подготовке к этому взаимодействию с епархией имеется на уровне взаимодействия с комитетом по образованию с департаментом по образованию у нас взаимоотношения выстреляют и взаимопонимание присутствует то на уровне взаимодействия образовательных учреждений и православных приходов здесь мы конечно не наблюдаем системного и предварного сотрудничества все обусловлено фактором активности священника его способностью и компетенцией работать с медалуком все обусловлено фактором отношения руководства образовательных учреждений к этой проблеме позиции родителей то что я заметил я заметил что если есть проблема мы очень часто мы и самоустраняемся мы обозначаем проблемы мы говорим а можно дать любую кровь или мы говорим да у нас там дети разных национальностей разных конфессий и ходят это делать и будет но при этом мы же могли проработать эту проблему найти выход из этой проблемы отчасти в разных школах это решается но сказать что это вести и всюду невозможно а между тем именно совместные встречи священников из близлежащих к школе и юридическому саду приход становится основным инструментом преодоления значимых проблем консультацию священников по гороскопским вопросам этическим священникам священникам позволяет мудрому повысить свои религиозные компетенции доведительные беседы позволяют развит личную духовную жизнь участие священников в подгоне содержания и воспитателя работ поможет обновить содержание и условия взаимодействия когда еще чутив взаимодействия с преснижающим православным приходом станет важным повтором и владелет наконец во бога внимание родителей и воспитателей своих детей нужно привлечь но через участие священных в родительских собраниях эффекты взаимодействия гриб давайте будем взаимодействовать примерное продолжание будут мы представлены в следующем докладе и И мы, сотрудничая, принесем стократный ход, помогая нам в этом, Господи, аминь. Спасибо. 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 Держинского района Новгорода. Кузнецов Николай Викторович, директор лицея номер восемь, а имя Держинского района Новгорода. Живуська Ирина Петровна, директор лицея номер девять Держинского района Новгорода. Живуська Ирина Николаевна, директор лицея номер восемь, а имя Держинского района Новгорода. Алашова Анна Александровна, директор основной школы-интернатка Санкт-Петербурга района Новгорода. Прохоров Светлана Владимировна, директор лицея номер восемь, а имя Держинского района Новгорода. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ваши господи, священства, отстанавливающиеся проекты, уважаемые коллеги и участие форума. Сейчас у меня есть небольшой, 7 минут, технический перерыв, Потому что многие подверстили и хотят что-то накинуть, что-то приеду. Здесь приготовится сцена, и вам будет вставлено 40 минуты рождественской музыки с верхнем. Это будет на всех пор урок. Урок встречи с самим сотрудниками. Поверьте мне, эта сегодняшняя встреча каждого из нас с самым будет очень неожиданная и интересная. Желательно, что здесь все приветствуют. Я думаю, что встречи очень полезны не только для руководителей учреждения, но и для каждого учителя, для каждого педагога. Наверное, нужно было еще приглашать и родителей на такие встречи. Потому что семья, церковь и образование – это неразделимое сообщество, которое ни в коем случае не должно работать по отдельности. Мне очень понравилась в выступлении выступающих мысль, что Господь Бог должен быть у каждого человека на первом месте. И о том, что мы, взрослые, должны любовь, доброту к людям, милосердие воспитывать с самого-самого раннего детства. Потому что вложить проще, чем потом что-то исправлять. Очень важно сотрудничать с церковью, потому что вот эта духовность, ее порой нам не хватает очень, не только детям, но и взрослым. И наставники, батюшки, которые могут в трудной ситуации подсказать верный путь, принять решение молитвами своими, тоже помочь и себе, и окружающим людям. И в планах очень, очень много планов для нашего учреждения, потому что я думаю, что и в дополнительном образовании обязательно нужно вот такое направление вести. Особенно вот мне понравилась идея приглашать батюшек на родительские собрания, сотрудничество еще в плане проводить пятничные мероприятия, встречи с духовенством. Ну, очень-очень полезный опыт вообще моих коллег, поэтому что-то, конечно, мы возьмем в работу обязательно, будем сотрудничать всегда. Да, обязательно. Обязательно нужны встречи с родителями, с детьми, с нами, с педагогами, потому что, повторюсь, нам порой не хватает помощи или слова, слова поддержки или направления какого-то, чтобы принять правильное решение в пользу не только себя, но и окружающих людей, потому что каждый человек, я думаю, в этот мир был рожден для того, чтобы приносить пользу людям прежде всего. Поэтому это неразрывно. Духовенство, дети, мы, образование. И я думаю, что не каждый родитель может, наверное, правильно может быть или верно преподнести ту информацию, которая бы должна быть в сердце каждого. Все-таки люди, профессии, наверное, нельзя сказать, да, а которые духовные, совершенно по-другому преподнесут и родителям, и детям, и нам в том числе, педагогам, то, что написано вот в Евангелии, то, что говорил и завещал нам Господь. Поэтому это очень важно. И почаще бы. Я хотела бы выразить, сказать большое спасибо за организацию таких мероприятий, потому что для образования в нынешнее время очень важно почувствовать правильный вектор развития, правильное направление образования и воспитания. Сегодня говорилось о том, что связь образования и воспитания в направлении духовно-нравственном – это важная связь о том, что каждая школа, работая, должна выбирать для себя путь, который позволит тем семенам, которые мы бросаем в почву детскую голову ребенка, произрастать правильно. И если вот сегодня мы услышали, что то, что мы делаем, например, в своем образовательном учреждении, те мероприятия, которые мы проводим, направленные на духовно-нравственное воспитание, они находят поддержку не только в городе Волгограде, но и в Волгоградской области. Это радует, это укрепляет нас в том, что мы идем в правильном направлении. Я благодарю и руководство Департамента по образованию, администрация Волгограда за то, что они поддерживают эту связь, позволяют нам на таких мероприятиях воспитывать детей в духе православия, в духе христианства, позволять участвовать и родительской общественности, и всему сообществу нашему укрепляться в православной вере. Я очень рада, что сегодня оказалась участником этого мероприятия. Я полностью поддерживаю это направление. Я хочу сказать, что в нашем образовательном учреждении встречи, родительские собрания, на которых присутствуют представители православной церкви, в частности, эрей отец Ивашенко, проводятся ежегодно, традиционно. Эти встречи всегда приветствуются родителями, всегда массовое посещение таких родительских собраний. Поэтому, конечно, нужно, конечно, важно, конечно, стоит проводить такие встречи. И чем больше мы будем уделять этому внимания, тем, я думаю, быстрее наше подрастающее поколение придет к тому, что православная вера, православная культура – это та часть нашей российской жизни, которая необходима каждому человеку. И от этого будет зависеть не только уровень духовного воспитания, но и воспитание вообще. У тебя совсем нет свободного времени. То на службу, то на репетицию, то на спешку, а то и того уже куда-то в госпитал, в детский дом, в хоспис. Места-то какие все страшные. Неужели в жизни нет больше радости? Ты посмотри на девочек из класса. Ну, кто-нибудь бегает, как ты, в церковь? Нет. Радости-то много. Вот и хочется ей уделиться с теми, кому Бог. Ведь Господь знаменит. Так ты вели, принес, нормально. Девчонок, будь как все. Что ты, как монашка-то? Вот читаешь все, что ты там работаешь, молится, молится. Ты что, бабушка унистолетняя? Посмотри. Девочки нарядятся, как пуколки. Накрасятся. Молодые еще. Есть что показать? Что? Показать? Господь лучше знает, как править судьбу каждого из нас. Я на него во всем полагаюсь. У тебя одно на уме. Залатило каждое воскресенье в целом. Ну, можно там в праздник сходить, свечку поставить. Ну, не бегай же туда каждую неделю. Вот, сегодня воскресенье. Уроков нет. Единственный свободный день у тебя. Ну, сходи, погуля. Или хоть поспи. Кино посмотри. Хочешь ты? Да. Цепых, цепых. Бабуля, ты ведь там так хорошо. Вот сходила бы лучше со мной. Ты со мной разговариваешь, так как будто и забыла, что я кандидат наук. Ну что ты, бабушка, я очень уважаю тебя. Но видишь, ученые могут ошибаться. Вот говорили же столько лет, что человек произошел от эпизиана. Нет, нет. Конечно. Человек сделался из земли сам. Вот именно, что не сам. Я потому и спешу, что Рождество скоро. Мы праздник готовим в воскресной школе. Ты ведь меня отпускаешь, правда? И записочку за тебя подам, как всегда. И с ребятами за тебя поможешь. Вот. Говорил отцу, что не надо водить ее в воскресную школу. Что сделать с ребенком? И попробуй ее не отпустить. Дома во всем помогает. Учится хорошо. Добрая такая. Но как начнешь с ней обоих? С научной точки зрения. Так она или замолчит, или на другую тему разговор переводит. Вот и в голове с ней. Нет, ну чем-то Рождество лучше Нового года. Какая разница-то? Напьемся все и все. У телевизоров сидят от скуки. А она-то как будто и вправду едет. Что Христос родился. Ну как, может он так ребенку голову заморочит? Придумала лошадь. Творец свитера. Свитер сам с собой не свяжется. Ох, наивная бедняжка. И вот такими наивными бедняжками пользуются потом бизнесмены от серфи. Меня бы они не убедили. Ох, ой. Ой, что это? Что это за мой? Мне что-то нехорошо. 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 Зачем ты пришел? Не подходи. Я пришел за ней. Отойди. Нет. Она еще жива. Ничего. Я подожду. Я дольше ждал. Я столько времени хотел за ней победа. Ты отдашь ее мне. Нет. На каком основании? Она крещена еще в младенчестве. И с тех пор я нахожусь возле нее постоянно. А она сама заявляет всю жизнь, что не крещеная. Ее крестила бабушка. Тайком. Когда в голодные военные годы в тылу она, будучи грудным ребенком, умирала от голода и слабости. Да у них в селе даже не было священника. Ее бабушка ночью украдкой через лес ходила в соседнее село, где в обычном доме батюшка Тайя, рискуя жизнью, совершал все положенные службы. И тебе об этом известно не хуже, чем мне. Да что толку? Ведь она выросла убежденной атеистой. А главное, за ней зависово столько нераскаянных грехов. Могу прямо сейчас напомнить хотя бы самые легкие. Мама, у всех девочек есть такая грудка, а у меня нет. Мама, у всех девочек есть такая грудка, а у меня нет. Мама, у всех девочек есть такая грудка. Ни в башках играть, Переиграть в небо и не вожать. Лишь в больном, лишь в небо взгляд. Сделай то, что хочешь, всем не угасить. В песто скрипых правилей сильней делать жить. Времени так много не задержать. Никогда не буду я подряд получать. Кто меня заставит за что-то отличать? Кто меня заставит за что-то отличать? Да ведь это же я в детстве. Какая капризная. А ведь были такие трудные годы. Опять эта каша. Зачем ты мне ее все время варишь? Ненавижу эту кашу. Ненавижу. Мама. Бедная моя мама. А-а-а. Поздно теперь ныть. Да, бабуля вязала мне все сама. Что за узор такой безвкусный? Бабуля, что за цвет? Ну кто такое носить будет? Не хочу. Мама мне фирменная клубит. Она у меня все-таки директором работы. И я заслужила. Я отличница в школе. И вообще везде лучшая. Бабуля, бабуля моя, где ты теперь? Твоя бабушка спасена. Она с нами. Она и хлопочет о тебе до сих пор. Молится о твоем спасении. Так она жива? Конечно. В вечности у Бога все живы. А твоя бабуля всю жизнь, до последнего вздоха, была истинной христианой. Служила, как могла своей ближней. Все невзгоды переносила стерпение. И всегда непрестанно молилась Господа. Да что толку ей теперь от ее бабки? Видишь, она-то сама с какого возраста такая гордая. Вся в меня. Еще, другаша, а ведь бригада первое место призывала. Ведь мы не в самом деле лучшие. А вдруг станет известно, что мы сами себе баллы прописали. Но если только ты об этом кому-нибудь разболтаешь. Знаешь, Лена, а тех ребят у меня пожаловало. Но те, которые, хоть и на фестиваль, подлили попали. У них гитара работала. Потому они спели уж нас. А так, неизвестно еще, кто за это был первое место. И в России же мы у нас гитара. Всего на 10 минут. Зря мы гитарим. Еще что. Каждый сам за себя. В этой жизни так. Надо уметь за себя устоять. Но ведь добро не делает человека слабее. О чем ты? Не можешь виноваты. То, что лошадь вошел. Вот туда все претензии относительно погоды. Ты же атеиста. И по лучшему коммунизму у тебя одни пятерки. Ну да. Да. Давайте-то лучше споем мою новую песню. И это тоже я. Студентка четвертого курса. Отличница. Концов факультета. А передом и о чем? Не хочется вспоминать. Когда мы были молодыми и верили с ним косты. Не думай, века странно верно. Учиться вихрь мучила. Прости, что искали счастья. Ни то, ни так, ни там, где ты. Что приносишь ненавистья. Все наши глупые мечты. Боже, теперь, прости, мой мир мой. Дай все исправить и забыть. Как много можно бы не делать. И лишь не вам являетесь. Помилуй, Господи, помилуй. И дальше сегодня, а вчера. Лишь мы тебя провожали. А нашли с ним поздравим. Что каждый день мы провожали. Лишь не тебя. Лишь не тебя. А нашли с ним поздравим. То нечего спрашивать. И все-таки, Елена Петровна, Советую вам еще подумать. Может ли мы в первый раз Идем с вами на этот шаг. Может получиться так, Что вы наконец-то захотите ребенка. Но уже не сможете. По медицинским показаниям. У меня уже есть одна дочь. Воспитанная, умная девочка. Для семьи достаточно. Вы с мужем такая замечательная пара. Красивые, образованные. Какие у вас были бы дети. Другие мечтают. Они могут. У меня серьезная работа. Сейчас, наконец-то, Идет речь о защите Кандидатской инсертации. Вы представляете, Что на чашу весов. Но вы же знаете, Как наши бабушки говорили. Бог своих детей обеспечит. Какой Бог? О чем вы? Мы сами себе руки. И вот именно должны себя обеспечивать. Я не пойму. Я пришла на пробовать Или на прием врачу. Выписывайте на правильную лабораторию. Что на чашу весы? Я не пойму. 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 Потому чтоожи. Я не пойму. Я не пойму. Я не пойму. Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали 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 Симон. По какому очереди? Осталась с вами Алла. По России, матушка. Больше всех попал в инстанцию. Мы даже не спрашивали. Мы больше не спрашивали. Мы больше не спрашивали. Спасибо. Спасибо.